Быть жопой – это вредно для вашего здоровья. 1 мая 2007 года, 23 часа 49 минут по торонцовскому времени, и в эфире 76-й подкаст от канадского овся и компании. 2 мая 2007 года, 23 часа 50 минут по торонцовскому времени, и в эфире 76-й подкаст от канадского овся и компании. Что ты скажешь? Она в ответ – ну я же не могу! Как ты меня достал, а? Вот я тебе честно скажу – это я не могу, это я не хочу, там слишком громко, тут слишком тихо. На нормальную зажигалку, надоел своим зип выпендриваться. Думал, достал зипы и все, да? Ну да, все, да, о, зипа, да, о. Мне сам процесс нравится, ну ты что, не понимаешь? Ченка, я без зажигания. Тебе даже сам процесс, именно те секунды, когда зажигалка должна, по идее, заживаться и прикурить, да, вот именно тот период. Мне нравится железная зажигалка. Чем вообще железная зажигалка, вообще прикольного ты мне скажешь? Ну чем? Потому что у тебя железячка в руках, и какая-то пластиковая фигня, которая, блин, зажигается с первого раза, и без бензина на плечу. Ага, это батюшка Фройд, да? Обязательно надо какую-нибудь дрынделку в руках покрутить. Ну да, да, да. Такую большую, чтобы она там это… Ох, да, из каменного у меня в века мы уже давно вышли. Ну кто сказал? Мне вообще камешки нравятся, так что не надо мне тут. Да. Ну что же, добро пожаловать в 60… Да. В 60… 13-й, 15-й… 76-й выпуск. О, да. В 60-16-й. Сегодня мы говорить будем много чепухи. Я думаю, мы сегодня будем грустно что-то обсуждать, вот, потому что лично мы сидим в маловентилируемой комнате, которая находится под крышей, которая сейчас нагрелась. Да. Я очень много потею, и вообще… Ну ты, блин, потный ещё. Сидит тут, мне воздух портят в моей комнате, блин. Мне кажется, мы сейчас похожи на каких-то, знаешь, свэтшопы. Кстати, свэтшоп – это корни свет, в смысле потеть. Ну да. Ну там все так работают, типа потеют, знаешь, там… Ну вообще, значит, что там пашут, блин, вкалывают, как… Ну так я не знаю, но мы сидим в прямом понимании слова свэтшоп, то есть там, где потеют много. А при чем здесь шоп? Ну, я не знаю. Типа студия звукозаписи. Вот. Ах… И… И нас не колбасит, вот. Нас не колбасит только потому, что Женя трезвенник по принуждению. Да, вот так вот. Не могу больше пить. Старенький я стал, Ваня, старенький. Да, да, да. Перепил? Ну, все, ты знаешь, можно пить до определенной стадии, а когда потом уже от этого… Когда почки отвалили… Да, пить уже. Начинаем пить боржоми. В надежде, что это спасет нашу жизнь. Так, ну что же, мы перейдем плавно к комментариям. О, у тебя даже комментарии. У тебя вообще мышка классная. Мне твоя мышка очень нравится, Ваня. Можно я ее возьму? Да, конечно. О, смотри, смотри, какие суперэффекты. Это все, я только одной мышкой так дергаю весь экран. Блин, Женя. Давай махнемся мышкой, у меня Logitech. Я за нее 70 гринов отвалил одно время. Она маленькая, легкая, очень удобная в управлении. И с проводом, да? Нет, она не с проводом, она без провода. Она вся компактная, классная. Ты в ней будешь быстрее рубить Warcraft. А что в ней не так? Скорость врубления… Что в ней не так? С ней все так. Что ты взял, что с ней что-то не так, Ваня? Не знаю, Женя. Мне нравится эта мышка, она очень удобная. Она мне под руку подходит. А та тебе даже под пальчик подойдет и вообще. Она вся такая, такая, такая вся мягкая. Во! Да, да, да. Ну вот. Чего там? Подкаст… Говнюки. Почаще приглашайте Руслана. Очень интересная личность. Ну да. Дорогие подкаст-писатели, мы с вами согласимся. Руслан действительно очень интересная личность. Большего я сказать не могу. Не будем больше говорить, потому что тогда впечатление изменится. Да, но Руслану надо бы как-нибудь вытащить. Но почему-то у него какой-то такой парадокс есть. Вот как, знаешь, как его приглашаешь, вот только как усядешься писать, тут же ему куда-то бежать надо. Ну да. Он вечно куда-то бежит, вечно куда-то бежит и никуда не прибегает. О, ко мне почта пришла, смотри-ка. Ёлки зеленые, ну Женя. Меня приглашают на этот, что там, Apple Developer Conference. Ну это, наверное, никому не интересно. Так, пойдем дальше по комментариям. Вот. ЛС пишет. Ну вот, начали за… Да, с Русланом часть была сама-сама. Самая-самая. Да мы, кстати, заметили, да. Проблема была, что мы уже писали подкаст второй раз. Да. Мы были усталые. Я потом подумал, что из первой части, может быть, врезать чего-то во вторую часть. Но я был усталый. Вот. Я был потный. Мне хотелось мороженого. И я уже ничего не хотел переделывать. Вот. Ну а Ваня, естественно. Ну а Ваня лентяй лоботряс и так далее, он все равно ничего не будет это самое. Переделывать. Ага. А по третьему разу писать, я думаю, Ваня бы меня накрыл клавиатурой. Как раз килограмм двадцать весит. Ха-ха. 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 Женя, а ты забыл свой монитор. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Вот. Легаси пишет, Руслан реально жжёт. Евреи виноваты в гибели евреев, это пять. И приглашайте его почаще Надеюсь, вам больше не придется Перезаписывать подкаст А то действительно чувствуется, что люди устали Ой, я здесь только смайлик поставил И ничему не смог ответить И вообще, я очень вяло отвечал На этот подкаст Точнее, на предыдущий подкаст Комментарий к предыдущему подкасту Ой, мысль у меня выровнялась Я спас ситуацию Жень, давай, выравнивай Ловким поворотом языка И так он перехватил Инициативу На себя Вообще, было бы неплохо иметь два языка Я здесь подумал Зачем? Это что бы один одно говорил, а другой другой А правда где-то посередине Да, нет Тогда или нет Ну что-то там, где-то, да Ну типа да, но вообще нет Олег, из подкаста Oneplus пишет Евгений Я слушаю тебя уже год с лишним И недавно наткнулся на подкаст Василия Стрельников Который упоминалась Канада и т.д. Как ты относишься к тому, что человек Который создал ARPOD Говорит все, что Что все он Всех в гробу видел Надеюсь пообсуждать эту тему поподробнее А не в комментариях Если захочешь Обсудить Пиши на Аську Ну в общем Аську я к себе добавил Но что-то как-то я А, этого Олега я видел всего один раз В онлайне Я, к сожалению, тогда убегал По-моему, куда-то Я не помню Вот Ну Я не знаю Насколько я понимаю Олег не хочет это публично обсуждать Вот Поэтому мы не будем обсуждать публично Кто кого в гробу видел Да Вот Поэтому Конечно А мне бы хотелось бы обсуждать Кого он там Вообще в гробу видел Он всего Он всех в гробу видел Человек, который создал ARPOD Ну вообще По-моему Мне кажется Что у Василия Стрельникова Есть какой-то комплекс Как здесь называется Еще там Mid-age Комплекс Или как это Комплекс среднего возраста Что ли Да-да-да Вот Потому что Он типа хочет Но Но это и все Не будем дискоретировать У нас здесь демократия В конце концов Управляемая Вот Не Ну по-моему Это присущно всем Так что И нам предстоит Через это пройти Да Поэтому я сейчас готовлюсь Не просыхай Да Пытаюсь Пройти через Не 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 Я тренирую себя Тренирую Чтобы я не хотел Вообще У меня много теорий Если не хотеть Вообще Тогда жизнь будет легче Но пока что Я в стадии тренинга Поэтому Ничего легче Еще и пока что Ну пока Отвали Самое-самое Как Как Какой этот Хвост У это Как У ящерицы Не Ну главное Чтобы потом В нужный момент Саново отрод Поновее Подлиннее Извините Я подавился В процессе Переработки Переработки информации Да Еще бы Чтобы за 5 минут Да Ну максимум За полчаса Дорогая Я пошел в душ Подожди Блин Расти Расти Я знаю Я тебе Долгий год Отвердил Ладно Не будем На самом деле Мне кажется Ты мне рассказывал Историю Про одного Товарища Лестера Не будем Упоминать его фамилию Она как-то Нехорошо звучит Как из того Фильма Вот Ну У него тоже Был этот Кризис Среднего возраста Где он Боролся С средним Кризисом Путем покупания Абсолютно Крутой Тачки Ну помню Он там Думает Что он опять Заново молодой И гоняет на ней Лестер Не А У кого Этот Форд Мустанг Целиком Такой-то Брайна Батя Извиняюсь Не Лестер Ну Купил он себе Мустанг Он в него 120 штук Вывалил Это Помимо Покупки Самого Мустанга Ну Мустанг Что он там Стоит На самом деле Смотря Какой Мустанг Если старый Он будет стоить Ваня Не Он не совсем Старый Он там Типа Оля 90-х Годов Так Это Гарбич Это Не Мустанг Не Он Только Так Для Фрейм Чтобы Сам Корпус Купить Он Внутри По-любому Поменял Движок Новый И так Далее Ну Вообще Все Поменял Покупать Американский Кусок Металла Чтобы туда Вставить Все новое По-моему Может был Кусок Металла Дизайн Получше Купить Не В конце Канцов Он же Американец Ну Так Что Значит Если Американец Все Американцы На Мустангах Ездят Не Ну Это Как Американскую Гоночную Машину Купить Мустанг Я Не Думаю Что Это На Самом Деле Признак Патриотизма Не Ну Почему Ну Не Жен Я На Полную Серьезе Я Я Этого Брайана Слушал Ну Естественно Знаешь У Его Бати Я Помню Помню Когда Он Приезжал Когда Он С утра Просох Мы Тогда Что-то Разводили С утра То Я Что-то Там Машине Я Помню Он Вышел Начал Говорить Какая Форд Хорошая Автомобиль И Лучше Форда Не Бывает Ну Да Форд Это Самый Надежный Самый Мощный Самый Лучший Ну Да И Вообще Главное Чтобы Был Трактор С Движком Чтобы Там Побольше Чтобы Там Мощей Было До И Так Далее Вот И Вообще Мустанг Это Самая Крутая Машина На свете Потому Что Она Американская И Делается Фордом Шеви Вообще Он В Гробу Видел У Белых Тапочках Но Она Тоже Американская Шеви Нет Он За Форд Болеет Понимаешь У нас Болеет За Спартак А Он Болеет За Форд Да Ну Я Думаю Если У вас Зили Стрельников Действительно Переходный Возраст Возможно У него Там Это Ну Просто Так Как-то Отрывается Наверное Некоторые Товарищи Гоняют На Мустангах А Некоторые Видят Всех Гробу Я Не Знаю Я Думаю Мы Это Более Детально Обсудим С Олегом Вот Не Будем Тут Разводить Неуправляемой Демократией Ладно Давай Переходи К Следующим Титриас Пишет На Руси Кстати Самой Популярной Отмазкой Болне Меня Боженька Таким Создала А другая Бес Попутал Типа Ты Че Натворил Скотина Ты Зачем Боярина Убил Да Меня Бес Попутал Ну Тогда Ладно Да Кстати Да Он Кстати Прав Ну Было Такое Было Бес Попутал Ну Ты Что Ну Да Бес Вселился Блн 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 Что Что Ты Нажрался Как Скотина Хорошие Хорошие Отмазки Мне нравится Ребята У меня Это уже Следующий Да Джексон Извиняюсь Протер Под Ребята У меня К вам Технический Вопрос В этом Подкасте Вас Было Трое Всех Хорошо Слышно Вопрос Как вы Пишетесь Три Микрофона Куда Подключаетесь Или Один Сверх Чувствительный Микрофон Может Расскажете Если Не Трудно Конечно Не Трудно У нас Один Супер Чувствительный Микрофон Он Встроен В iBook Что Делается Берете Сверло И дрель И там Есть такая Дырочка Справа На дисплее И чтобы Лучше Слышали Все Вы Нахрен Высверливаете Там еще Больше Дырку Потом Просверлите Сквозь микрофон Покупаете USB микрофон И вставляете Его Потом Подносите Поближе Ко всем Трем Болтающим Или наоборот Всех трех Болтающих Что у нас В принципе И случилось Ну В общем Ничего мы Особого Не используем Я Не могу Я должен Ставить Коммерческую Инициативу Я конечно Хотел бы Купить Если кто Нибудь Пожертвовал Пару Долларов Страдающему Студенту В Канаде Который Не может Себе Позволить Вот Использован Обычный Logitech Выносной Микрофон Который Подсоединяется Через USB В компьютере Он распознается Отлично Ну В общем Так получилось Что нам пришлось Потесниться Сесть всем вместе Покомпактней Вот Склонить голову Прямо к микрофону И криво записываться Это не очень комфортно Но к сожалению Других альтернатив У нас Просто нету Поэтому было бы здорово Если кто-нибудь из вас Там На другом конце Света Купил бы Микрофон Вместе Выслал нам Из богатой России Да уж Я не знаю Но Насчет Богатой России Россия Богатая ТЧК Вот что я хотел сказать Ну Я и говорю Вышлите нам Так Есть какой-нибудь Олигарх Нас там Слушает Может Скинет Совсем чуть-чуть Нам много не надо Нам надо Три микрофона Новый Пауэрбук Тебе и мне Еще один На всякий случай Если один из них Сломается Вообще-то нет Каждому по два Если вдруг Один сломается Потом Это самое Какой-нибудь Рейд Ну так Для бока Чтобы дату Не терять Не говори про рейды Я на них Насмотрелся Там такие цены То что я хочу То что я хочу Уже переходит Тысячу долларов И стремительно Идет вверх Вот Я тебе говорю Жень Бери пример С меня Отвыкай хотеть Тренируй силу воли Не трожь бутылку Скажи Вудки нет Скажи Пиву нет Я уже сказал Потому что Если я выпью Пиво На следующий Ну в общем Может быть И в тот же день Меня уже Начнет так колбасить Что Не Ну конечно Это пиво Это Не мое Любимое Ханникин Ну ты знаешь Дареные Скотине Ты еще скажи Чтобы куда-то Смотрели В конце концов Ты стырил Пиво Абсолютно Бессовестно Я не стырил Я позаимствовал Их все равно Уже Сколько Две недели Дома нету Ваня К этому Пиву Пристраивался Уже Долго Вот Но Удачное Вхождение Началось Только Сегодня После Полудня Сказал Ну я думаю Они не заметят И забрал Одну бутылочку Пива Ближе к вечеру Ваня Сказал Ну мы им Все равно Купим Ну да И забрал Остатки Ну да ладно Ну что Соседи Блин Отдыхают Я тоже Отдохну За их счет А что там Пиво стоит Блин Портится В холодильнике Действительно Да и вообще Глаза мозолят От издевательства Они меня мучают Это точно Так Извиняюсь Элос пишет Не У них не три микрофона У них три банки Из под Из Ар Под Что там А Из под Из под Пиво Хорошо Это флипил Лучше микрофона Не придумаешь Антенны Тоже Жей А что за микрофон В самом деле Ну Лучше так Обычный Я не помню Я помню За 50 долларов Тогда купил Вот Обычный USB микрофончик Ничего особенного Мне хотелось бы Сделать качество Получше Потому что Иногда все таки Качество Качество где-то Просто приятнее Слушать Ну да Но К сожалению У меня Я вот Я вот Я вот В этом семестре Хотел как Последний Нахальный человек Вот то что мне Выдавали Асаб То есть там Асаб обычно Выдают То есть Как это называется По-русски Лоун Как это Заем Заем Да Вот Выдают И в общем Там Хватает Денег Скажем так Долларов 200 300 Со всего Асаба Чтобы можно было Потрать их На какую-нибудь фигню То есть Это не грозит Вашему выживанию Ну да Вот И я Хотел Бескорыстно Купить себе Этот Дисплей Новый Такой Большой LCD Дисплей Там 20 Этих Инчи Такой Да Домой Поставить У меня Там Как раз Будет Тогда уже Все Лучше Вот А потом Я Все деньги Спустил Маме На подарок Спустил Больше Чем Надо Вот И теперь Значит И теперь У меня Нету Да Теперь У меня Не будет Этого Дисплея Еще Как Минимум 3-4 Месяца А потом Я думаю Как обычно Что-нибудь Машина Сломается Еще Что-нибудь Ну Тебе все равно Колеса Надо Менять Да Колеса Опять В общем Пойдет Поедет Как Обычно Команьяк Блин Да что же я Читаю Команьяк Я уже Ну Потому Что СО И СИ СИ О Это Читается Как КО И Вот Да Я уже И До Начала Шоу Я читал Это имя Как Команьяк Команьяк Ваня Тоже Читал Как Команьяк Мы смотрели Как раз На этот Комментарий Вот Соманьяк Пишет Привет Чуваки Меня 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 Давно Уже Радуют Ваши Подкасты И Самое Замечательное Что Все Время Уровень Отжига Только Растет Так Держать Вот Я Очень Рад Что Это Кто-то Заметил Но Я Не Очень Рад Потому Что Я У меня Какой-то Переломный Момент Сейчас Проходит И Как-то Не знаю Не идут Да Не идут Вот Что-то У меня Внутри Просто Переломилось То ли Лето То ли Потому Что Учусь Уже Круглый Год То ли Крыша Я Не знаю Чего Просто Не могу Не могу Смотри Женя А то Как Я Станешь Ой Да Я Уже Об этом Думал Вчера Ночью Господи По-моему Я Превращаюсь Во что-то Женя Превращается Превращается Женя В Ваню Нет Представляешь У меня Я стану Таким же Как ты Да Тогда же Нам Обоим Блин Блин Ну Это Ты имеешь ввиду Что мы оба Будем готовить Блины Тогда Это все Что Самое лучшее С нас Будет Выходить Это Классные Блинчики Это Как Сегодня Это Самое Ну В Го-карте Когда Пошли Блин Нет А Заметила Говорит Ты Талантливый Я Так На нее Смотрю Блин Вот На самом деле Она была Права Вань Ты Действительно Талантливый Человек Ты Очень Талантливый Человек И В то же Время Распиздяй То есть Ты Свой Талант Зарываешь В землю Не Один Нет Ну ты Представляешь Сколько Усилий Надо Прилагать Чтобы Закопать Столько Талантов В землю Да Я вижу Я вижу Ваня По ночам В 3 часа ночи С лопатой На бэкярде Роет Канавы А теперь Ты думаешь Вот почему Мне ничего Неохота Потом Делать Каждый день Зарывать Все свои Таланты Столько Усилий Занимать Короче Она там Что-то Заметила Говорит Ты Талантливый Типа Это самое То что Я бровями Могу Водить Обоями И по отдельности И вообще А членами Рисовать Ну Нет Ну дергать Могу А вот Рисовать Еще не пробовал Да Надо будет Это Картина Рябин Ваня Ваня Я тут подал Ване Кстати На днях Небольшую идею Вот Я не знаю Почему Но как-то Ваня Очень входит В хорошую роль Мы каждый раз Когда в магазин Заходим Ваня достает Какую-нибудь хреновину И стоит с ней Уже есть Ваня с бургером Ваня с лопатой Ваня с молотком Чувак Ваня с веслом Я там Заколебался Целую минуту Собирал Эту фиговину Там такой Вантус Метра полтора Длиной Ты представляешь Ваня с Вантусом Там такой Крутой Вантус был Это просто Хана Слушай Для каких Туалетов Я не знаю Но этим Вантусом Можно было Кого-то По башке Так Блин Двинуть Я не знаю Там действительно Вантус был Это Все как Индустриального Туалета Глубокая Глубокая Мысль А кстати Туалет Для глубокомыслящих Не надо Про туалет У меня всплыло Сразу несколько Тем Про это Дело А кстати Я тут раскрыл На днях Я совсем Про это забыл Хотел рассказать Но я раскрыл Мы опять же Возвращаемся К нашему Любимому Дорогому Василию Стрельникову Господи Хотел Чуть не сказал Владимиру Путину Вот Бесподобному Василию Стрельникову И Я все не мог понять Почему Каждый Каждый подкаст Которым он участвует Типа там Большие письки Биг подкаст Там У него почему-то Все должно быть Биг Я все никак не мог понять Почему Ну Ты знаешь На самом деле Если это Письки-сиськи шоу Почему должны быть Большие письки Почему должны быть Большой подкаст Ред доперло Василий Он же В общем Как бы Относительно Наш сосед Ну Да Ну и еще С другой стороны Обороны В смысле С другой стороны Баррикан Да Вот И я понял В Америке На самом деле Все любят Большой Ты заметил Ну да Большие машины Большие тарелки Большие порции Большие должны быть Литровые банки Пепси Которые просто Жень ты его оскорбляешь Сажают ваши пушки Ты что Американцем называешь Да нет Я просто говорю Что ты Господи Ты думаешь Я буду в нашей Управляемой демократии Кого-то дискредитировать Да ты что Ваня Так вот И я понял Откуда пришли Вот эти все Большие названия Это пришли Они из океана Это Океан Большой Это не наши пути Ваня Это все Американское Чуть не сказал Нацистское Господи Вы должны Простите У нас здесь Жарко Башня уже Поснесло Руки Чешутся В общем Готовы Вот Туалет в конце Коридора Нет Тогда Кто с собой Надо будет Забирать Ну я здесь Останусь Ладно Ты можешь Там прям В эфире Извергать Свои Позитивные Ощущения Любовь К всему миру А самое главное К самому себе Я Ну вот Видишь Раскрыли секрет Василия Стрельникова Теперь Все будут знать Откуда такие Большие названия Да Большие Канадские Лоси Переименоваться Вот Кстати Насчет Канадских Лосей Классный Отца Мне очень Понравился Вот этот Лого Подожди Дочитаем Дальше Суманьяк пишет Раз пошла Такая пьянка Я вот уже Решил вам Лого Закреативить И так держать Может Даже И понравиться На самом деле Я хочу попросить Суманьяка Со мной связаться Вот Веб-сайт Meers.net Но я его кину В Шоу-ноцы В эти Вот Там у меня есть Аська И e-mail Вот Чуть-чуть доработать Эту картинку Там просто Подпилить Чуть-чуть Ну так Примазать Прилизать Слушай У меня только К нему Один вопрос Бобера Это я Что ли И Почему Очки Не Мне нравится У меня Вообще Приказывает А кто Этот чувак Вот На футболке Я знаю Что это Какой-то Активист У меня Почему-то Всегда Это Воспоминают Когда я Вижу Этого Активиста Марихуаны Да Не Я Траву Не курю А кстати Что у меня В руке Если я Это лось То что у меня В руке Пиво Нет Это не пиво Это Это коньяк Или это Текила Я хотел бы Коньяк Конечно Тогда Если такая Пьянка Пошла Виски Не надо Мы Не сельбиона Нам это Не надо Вот Тем более Ненавижу Виски В принципе Можно Водку Тоже Водку Или Коньяк Нормально Вот Да ладно Оставь картинку В покое Ну что Водка Была бы Неплохо А тебе Еще Что-нибудь Надо будет Для полного Счастья Туда Прилепить Дорожку Прям На руку Раскатать Как думаешь Что Полный Отшиб Был Ну не надо Из меня Наркомана Делать Ну елки Зеленые Ну раз Мы тут Креативом Уже Занялись Вадя Ну не надо Выдумывать Есть разница Между Выдумыванием И креативом Мне картинка Так Как есть Нравится Сигарета Еще так Ладно Да я курю Как паровоз Но я все равно Отмазываюсь Извиняюсь Так Ну что же Тогда перейдем К шоу Нотсам Вообще Давай Начнем с последней Темы Меня от нее Прет Мы тут Зашли в интернет Чтобы посмотреть Что еще Интересного Произошла Есть такая Классная Очень Тема Такая На пароле Мне очень Подравилась Спам Кинг В кавычках Салмонс Вей Рест Куднот Стап Спам Флоу Да Вот прикидывайте Ну для начала Ты хотя бы Переведи так А Короче Спам Короля Королевский Спам Тогда уж Будет Король Король Спама Король Спама Короля Спама Арестовали Но Это Это Не прекратило Спам Вау Да В статье Описывается Товарищ Чувака Какого-то Значит Его зовут Роберт Лан Соловей Вот Арестовали Он типа В общем там Замышлял В топ Десяти Листах Каких там Антиспамовых Активистов Сидел Короче Его арестовали И надеялись Что весь спам Прекратится Мне кажется Что такие Наивные люди Одного чувака Который Рассылал Спама Арестовали Хана Теперь остановится Весь спам Ага Ждем Да Ждем Сними штаны Блин И жди Нафиг Сейчас он Остановит Мэри Гоузен Рандер 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 Ну хорошо Арестуйте Одного Завтра Десять Еще Появится Которые Достаточно Бабок Вложить Во что Угодно Поймать Осудить Ну Может Кого Хочешь В принципе Поэтому Я думаю Это не особо Большая проблема Но то Что Какая-то Банальная Вера В того Что Сейчас Мы Поймаем Одного Из Десяти Крутейших Спамеров И Это Уменьшит Типа Спам Флоу Или Прекратит Вообще Ну Прекратит Это Совсем Абсурд Уменьшит О господи Да Вперед Сейчас В конце Концов Это Что там Спрос Впотребление Правильно Да Ну Все На самом На самом Деле Есть Большой Блэк Маркет Компьютерный Там Где Вирусы Писания Эксплойды Продавания Я Кстати Что-то Слышал Я Немножко Забыл Но Где-то Я слышал Что В общем Какие-то Товарищи Нарыли В Висте Какой-то Эксплойт То ли Висте То ли Эксплойт Я не помню В Висте Вот И сейчас Его Зеродейт Эксплойт То есть Который Еще Нигде Не появился Никто О нем Фактически Не знает И Соответственно Никто Патчить Его Как бы И не будет Вот И Они Продают В общем За какую-то Просто Офигенно Круглую Сумму Миллион Доллар Я думаю Немного Поменьше Но В общем Там Пару Тройку Машин Все Можно Купить Да Это Уже Показатель Просто Вот Такой Блэк-маркет Черного Рынка Слушай Переделывайся Хакеры Буду Ломать Висту Завтра Устанавливаю Висту Так Надо Ее Скачать Да Не Ну Все Так Мне Это Сам Бобер Прикольный Так Ладно Я Листаю Отсюда Будем Пялиться На мой Торрент Трекер Торрент Торрент Трекер В общем Что на него Пялиться Будем Смотреть Как скачивается У меня Дома Сейчас Обновлю Смотри Как Опа И Зависло Все Так Ну Что же Рассказали Мы Какие Козлы В мире Есть Ну Не Козлы Наивные Люди Просто А теперь Перейдем Все Так К нашим Шоуноцам 31 Мая Был Прошел Всемирный День Без Табака Ваня Ты Не курил 31 Мая Почти Нет Я В два Раза Меньше Чем Обычно Курил По счет Ну И тем более Был 31 Мая Я решил Посидеть Еще Порубить Варкрафт И Это Табу Пойти спать Без сигарет Ты знаешь У меня такое ощущение Что тебя разводят Ты же сам сказал Здесь жарко От двух бутылок Ваня начинает носить Классно Мне нравится У тебя такие Уже хорошие глаза Такие Оооо Сколько у меня пальцев Ваня Сколько у меня пальцев Теоретически Дети А практически Надо посчитать Открылся Один из наших Любым Любым Ресторанов Любым Я не могу Ваня Здесь жарко Вот У тебя язык заплетается А еще На меня гонят Блин Меня Развозят У меня он не заплетается У меня он не заплетается У меня прилипает К внутренней части Моего Порожовочного Аппарата Транзисторы греются Коррекшн механизм Не успевает поправлять А ты знаешь Как раньше боролись Раньше на старых Харддрайвах Если этот Как это называется Вот эта штуковина Которая ходит Такой же Пингалетик По харддрайву Ну Этот Как его Головка Отчаянника Вот Когда значит Она останавливалась На долгое время На одном месте На харддрайве Она прилипала Знаешь Как с этим боролись Наверное WD-фот Заливали Ух Внутрь Машлица Они просто по нему Как долбанули Хорошенько Вот раньше Выпускали нормальные Хорошие Харддрайвы На 4 мегабайта У меня был на 30 мегабайт Нормально Да И он Можно было как Пнуть И он дальше Будет работать Просто офигенно Так вот Совсем недавно Открылся Наш любивый Ресторан Феррари Вот Вперва Мы туда долго ходили Да Мы туда очень долго Еда там была Я не знаю Почему мы туда ходили Вот ты мне Можешь объяснить Почему мы ходили В этот ресторан Ну потому что Там одно время Работала Наташа Господи Ты не любишь Большие сиськи Дальше А у нее Кстати Не очень большие были Дальше Вот Потом Кто там еще работал Работала Короче Мы туда ходили Потому что Там можно было Пить кофе Пока у вас Не отвалятся Почки Да Кстати сказать Там был Бесконечный кофе Приходишь Заказываешь Чего-нибудь Типа покушать И можешь Пить кофе Сколько угодно Пока у вас Почки не отвалятся Или туалет Не засорится Вот А дальше Мы туда ходили Потому что Там давали Мясо Там давали Такой кусок Мяса Да Кстати сказать Стейк у них Неплохой был И яичницу И немножко Картошки Жареной Не Ну там Сравнительно Дешево Было Ну так Сравнительно Надо отдельно Отметить Санитарные нормы Этого Достаточно Интересного Заведения Ну блин Мне вот Моя девушка Рассказала Это уже После того Как мы туда ходили Что по средам Туда ходить нельзя Потому что По четвергам А да По четвергам Потому что Товарищ Ходил в туалет И немало руки Начал Приготавливать вам Вашу порцию Этого Самого Вот А мы по четвергам Туда ходили Мы по-моему Каждый день Туда ходили Тут у меня Иногда Тошнило После этого Это наверное По четвергам Тошнило Я не знаю Почему мы туда ходили Но такой ресторан Более Такого Более поселочного Типа Такой Такой Размеренный Там все Долбай Там все Свои Были Ходи Канадцы Кто там Перед приготовлением еды Руки мой Ну действительно В конце концов Пойдешь там Почешешь И давай готовить Ладушки Да Ладушки И блинчики Кстати Жень Хочешь я тебе блинчиком Сделаю Не в твоем Ныщем состоянии Ваня Я боюсь Что это Чего-нибудь Подлож Нехорошего Нарочно Ничего Класть Не буду В том приколе Когда собака Сожрала печенье Напичканной Марихуаной До конца Вечера Солбака Просто балдела А на утро Лепресняк Было Это непридуманная История Господа Это так и было Собака Сволочь Сжала Печенька С марихуаной Хотя странно Чего на утро Не колбасило Я думаю Зависит От приготовления Печеньки Сволчи Опять сэкономили Не доложили Хорошо Но мало Да Ну так В принципе Мы туда ходили Потому что там Уютная обстановка Была И так далее Да Туалеты Были обычно Грязные Полы Мыли хлорки В то время Как Другие Кушали Ваня может Поделиться Своими Ощущениями Да Как один раз Они там Травили Прямо рядом С моим Столиком Я сижу Кушаю И он стоит Блин Поливает Эти Осина Гнезда Я думаю Блин Чувак Ты че Вообще Блин Короче У тебя Ребята Тоже Башню Снесло Нормально Веселое Место Конечно Было Хлорки Товарищи Которые Которые Готовят Еду Кроме Того Что Они Сделали Очень Маленькие Порции Они Сделали Не Такой Уютный Ресторан Они Пытаются Блин Они Желтым Перекрасили Крас Желтый Крас Такие Яркие Цвета Это Как будто Такая Забегаловка Такого Макдональдского Типа Да Просто Хана Блин Пришли туда Блин Мне Очень Понравилось Когда Ты Заказал Себе Твой Любимый Фиш И Чипс То Есть Рыба С Картошечкой И Они Принесли Я Посмотрел Думаю Это Они Наверное Выловили Только что Золотую Рыбку Прямо Из Аквариума Да Зажарили Ее Прямо Там По Размеру Это В принципе Сходилось Я Не Знаю Ты Не Стал Разбираться Что Там Внутри Знаешь Там Было Тяжело Понять За Килограмм Муки Вот Мука И Оливковое Масло Спасут Наш Мир Да Блин Вот Мне Тоже Принесли Я Заказал По Мому Я Какой Аля Шаверму Да Аля Шаверму Только Должно Было Быть В Два Раза Больше Принесли В Два Раза Меньше Вот И Значит Цены Там В общем Были Скажем Такие Нестеснительные Да Поднялись Цены Ну Так Где-то На доллар Два Все дороже Стало Да Что В принципе Не по бюджету Скажем Так Ну С учетом Того Что Размер И Деньги Ну В общем Ну Соотношение Размера Вашего Обеда Или Как Как я Сказал Спасибо За Аппетайзеры А теперь Поехали Домой Кушать Да Действительно Выкинули Деньги Так Чтобы Разыграть Аппетит Вот А самое Главное И прикольное В этом ресторане Они значит Такое сделали Глянцевое Такое Модерн Меню И Спереди И сзади Вставили Тачки Феррари Тачки С лого И Большими буквами Ресторан Феррари Вот И меня Мучит Один вопрос Как Не засудили Еще Ты знаешь Надо Вот Таких Товарищей Просто Надо Здесь Ну Все Уже Ознакомлены С таким термином Как Копирайт Вот Типа Там И в общем Скажем так Авторское право Авторское право Да Если вы к себе На меню Извините Кладете Феррари Ну То В принципе Вы это Право Нарушаете Мне Просто Знаешь Ну Я не знаю Руки Чешутся Пойти Что-ли Настучать На них Или Договориться С каким-то Студентом Из Адвокатских Тут Товарищей Адвокатов Напополам Распилим Что надо Давай Мы их сейчас Уделаем А ты их Это А я Это А потом Напополам Ага Осталось Только Найти Товарища Вот Ну В общем Надо Витя О Да Витя Там Разойдет Витя Наш Любимый Скамя А В смысле Человек Божийся За права Народа Да Обычно Против Государства Которые Ищут Какие-нибудь Дырки Где Можно Позаработать На которых Да Я хотел Перелистать Очень быстро Тему Такую Вот Называется Компьютер в машине В общем Ничего особого Компьютер в машине Уже Сейчас уже Начинают Вставлять Настоящие Компьютеры Не какие-то Огрызки О Да Настоящие Компьютеры Я там Зашел Ну правильно Телевизор уже Стоят Че Блин Компьютеры Надо вставить В конце Концов Вот Я зашел На одну Компанию В России Которая Этим Занимается И ты знаешь А ты помнишь Пару лет назад Когда мы Только об этом Соображали Кстати тебе Пришла эта идея В голову А ты говоришь Ты бесталантливый Человек В смысле Вот И мы тогда Еще думали Как это все Совместить Но из-за того Что у нас Опять же Нету никакого Бюджета Не того Чтобы покупать LCD-дисплей Не то чтобы Ну собирать компьютер Там еще ладно Коробку собрали Не проблема Ну да Ну вот Все это Красиво сделать И наладить Произвоз И все такое Блин Ну вот Ну хотя бы Прототип У нас даже денег На прототип Даже не было Я тогда помню Кому ты рассказывал До мной все смеялись Типа Ха-ха Трали-вали А сейчас ты уже Бизнес становится И по-моему Довольно-таки популярный Да Уже вставляют Нормально Ты знаешь Я понял Что на самом деле Мы здесь не дураки Мы здесь Такие вот Типовые гении Потому что Нам приходят Ну мне тогда Пришла Я помню Тоже несколько лет назад Я бредил идеи И хотел Еще тогда ходил Бегал в университете Пытался это Как-то там Протолкнуть Попытаться Разработать Виртуальный десктоп Да Вот Тогда я еще Ампутуну Это дело кинул Он до мной Долго смеялся Вот Знаешь Теперь так Так и хочется Кому-нибудь В рожу попинать Сказать Ага А я вам говорил Я вам говорил Чем не верили Вот так Так я не понял Ты Ампутуна Что ты хочешь В рожу попинать Не ну если так подумать Ты знаешь Да Ты знаешь Я думаю Он уже про это не помнит Да и Чего там Чего Что старое Короче Идеи были Теперь они Применяются А мы Остались Да В просаке Ваня А ты знаешь Что такое просак Женя Заткни Есть такое выражение Попасть в просак Так Не будем расшифровывать Я думаю Наши телезрители В смысле Слушатели Довольно-таки Образованные Мы не будем расшифровывать Где у женщины чего Сами нащупают Ага 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 Ты вот как раз Хотел поговорить о бюрократии У меня как раз Тема я тут завернул Копия Надо Доказывать врачам Что у тебя Проблема Ты не сталкивался Когда ты приходишь К врачу И говоришь Я себя плохо чувствую Он тебе говорит А ничего страшного Ты иди домой Супчика поешь Куриного И все пройдет Тебе не говорили Говорили Не ну Мне Не у меня был Один случай Кто сказал Что в Канаде Нет натуральной медицины Не у меня У меня был Как раз таки Наоборот Я там Ей это самое Я прихожу Это самое Типа К доктору Говорю Слушай У меня там Чего-то Это самое Я типа Простуда такая Страшная Это самое Который день уже Да Который день уже Она такая Я в свитере был Она такая Достает свою Эту блин Это самое Слушалку Блин Через свитер Меня послушала Как я дышу Приписала мне таблеток И послала нафиг Таблетки Короче Я потом таблетки Прочитал Они помогут От всего Там вообще Помогают Если у тебя Воспаление Господа Это красота В Канаде Здесь на все Одна таблетка Ну да Антибиотики И такие Шесть таблеток Две в первый день И потом По одной Каждый день Что бы У вас не болело А потом Как бывший сосед Обожравшись Антибиотиком Уезжает На личную Скорую помощь В больницу Где его Пытаются Откачать Не Он тогда Не аспирина Как там Она болит Да У меня болело У меня так болело У меня все болело Так я решил Выжросшу пачку Не Ну на самом деле Ну что Количество Переходит в качество Ваня Здесь Я считаю Насчет врачей Во-первых То что Врачи Не имеют права Тебе там Приписывать что-то Врачи На самом деле Здесь Я не знаю Может быть не все Я жутко надеюсь Что не все И мой личный опыт Доказывает Что не все козлы Но Большинство Это труба Надо ходить И вот как баран Просто Бодать их Бодать и бодать Потому что Ну я не знаю У моей девушки Там что-то с грудями Проблема В смысле Сильно маленькие Нет У нее что-то там В одной груди Что-то образовалось Непонятно Она пошла к доктору Доктор говорит Да ты глотни Аспиринчик Все пройдет Он вообще не смотрел Ничего Он долго А что Хотел Чтобы он еще Посмотрел Не Ну он должен был Пощупать Сказать Послать на рентген Еще Ну что-то сделать Он ни хрена Глотни Не был бы я твоим другом Короче Она с ним ругалась Он послал ее На обследование Делать сканирование И действительно Там что-то обнаружили А он все это время Говорил Что там ничего нет Иди жри аспирин Ну Правильно Они это самое То есть Пофигизм Полный пофигизм Господа Если вы собираетесь Ехать в Канаду Учтите Что вы здесь Должны всех Просто бодать Как вот бараны Здесь по-моему Только долбоебы Получают свое Вот в смысле Которые долбят 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 Строят из себя Просто идиотов Строите идиоты Настаивайте на своем Вот и все Потому что Если Рациональный подход Мышление Здесь Ну как бы Противозакон Она высокооплачиваемая Но в обществе Не ценится Совсем не ценится Да вот Если например Вы врач Ну это совсем другое дело Ну конечно Вот Тогда вы можете О господи Если вы врач Если нас врачи слушают Или доктора Или дантисты Господи Ребят Делайте от души А А то Мы как-нибудь Вам починим Компьютер Так что мало Не покажется Когда Подключат Компьютеры К дому Вот веселиться Будут программисты О да Я серьезно Я жду Этого времени Когда начнут Автоматизированные дома делать Блин Уже недолго Ну да Прям через интернет Привет дорогая Свет Выключи Экономим электричество Познание Корейской Кончи Кончи Ударение Пожалуйста На последнюю букву Ну да Это 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 не ругательство И это не то Что вы думаете То есть Я по крайней мере Надеюсь Что вы не думаете О том Чем я думаю Что вы не думаете О том О том Что нам Приходит На ум Да В первую очередь Когда-то Давным-давно Ваня испытал на себе Красоту Этого Этого Как это можно лучше Супа Вот Не Ну это на самом деле Суп Да Это на самом деле Суп Просто он выглядит Точно так же Как и Как и звучит И мы здесь Господа Не шутим У меня есть Фотографии Которые я надеюсь Выложу в интернет Совсем скоро На свой веб-сайт И вы увидите Что Мы не прикалываемся Вид действительно Так же Как и звучит На самом деле Довольно-таки Неплохая вещь На вкус Вроде как Это Неплохая вещь А ты помнишь прикол Первый раз Когда моя Ненаглядная Блин Сделала Это дело У тебя с Витей Было Витя такой Берет Эту самую Чашку Смотрит Это такой Смотрит Я у него Спрашиваю А че это Такое Блин Он такой Конча А потом Моя дорогая Говорит Что это такое Кончи Кончи Мы так долго Ржали Блин Да И оба Отказались Кушать Ну в принципе Женщина Готовит нормально Хотя Нет Ну оно че Вкусно Прикольно Так что Вы господа Когда приедете И сходите В какой-нибудь Корейский Китайский Ресторан Не падайте Там со стульем Когда вам предлагают Кончу Это вполне Безопасно Да И когда Вам предлагают Чай Под названием Моча А что Было такое Нет Если читать Так То получается Моча А все Называют Мока А Да Я тогда Смотрел Моча Чай Моча Ти Думай И че Что туда Кладут Вот Спросил Одного чувака Он говорит Что Мока А я А да Да Ладно Не ваш Ой Господи Это прелести Перевода Да Кстати Братья наши Узкоглазые В смысле Корейские Ну Азиатские Азиатские Кстати Не политкорректно Да Ну что же Перейдем К последней теме Как раз у нас Время только на нее И осталось Вот Сегодня мы катались На Хонда Беги А В смысле Как это Как это Элемент Да Я уже давно хотел Это на этой машине Попробовать покататься Вот И сегодня нам удалось Ну Давай расскажем О впечатлениях Ваня Мне понравилось Мне тоже Мы целиком Одобряем эту машину Для покупки Нашим дорогим Слушателям Единственное Что мне не понравилось Это цена Ну еще Так же Это лазерный Ключ Также Непонятный 4WD Да Блин Который Непонятно Когда включается Который Не управляем Не Ну да Не сильно Блин Когда он включается Когда выключается Ну так Для крузинга В принципе Я Я Честно Я Я скучаю Хотя бы Потому что Хотя бы Должна быть Кнопка Переключить На 4WD Ладно Кнопка Хотя бы Ручаг Вставили Какой-нибудь Трактор Который Надо останавливаться Чтобы переключать Скрипя шестеренками Всей трансмиссии Раздаточного вала Это как на Ниве Что? Да Ты правильно Угадал Мухой мысли Да Я помню Ксескать У Батя Нива Была Прикол Тоже Монреале Так Уходим налево Давай Правее Берем Обратно К Бегемоту Я не знаю Почему Но мне Эта машина Напоминает Бегемота С одной Сторон Она такая Какая-то Такая А как Нажмешь На газ Так Вроде Побежал Нет На самом деле Сравнительно Мощная Машинка Такая Самая Да Приятно Приятно Мощная Это надо Отметить С тем Что у нее Всего На 0.4 Литра Больше Чем У Лансера Да Двигается Она Намного Живее Намного Чем Того Что я Вел Автомат Кстати Стоит Заметить К сожалению Ручника У них Не было Но Самый Большой Прикол Был Это как раз Тот Мне Кстати Вот Что Понравилось В этом Дилершипе Больше Всего То Что Я Пришел Мы Туда Пришли Нагло С обоими Фотоаппаратами Стоим Щелкаем К нам Товарищ Вышел Вообще Никаких Претензий Типа Ну да Мне казалось Что он Сейчас выйдет Скажет Господа Что вы тут Делаете Собираетесь Машину Угонять На самом деле Я сделал Достаточно Фотографии Чтобы Собираю Информацию На машину Так Ключ Здесь Так Да Здесь Так Здесь Это Вот В общем Вышел Он говорит Так Как я вам могу Чем я вам могу Помочь Господа Я говорю Хочу покататься Так сказал Причем сразу Он говорит Хорошо Без проблем Когда меня В этом Митсубиси Дилершипе Затаскали Просто Затаскали Ты тогда Полчаса там Провел Да Эти чурки Это меня просто Доводят Они Прилипучие До жопы Никогда То что надо Из них Не вытянешь Вот А извиняюсь Братья наши Меньшие Вот И Ну в общем Единственное Что мне конечно Не понравилось Это когда мы Все таки поехали Первый трюк Селсмена Когда вы здесь Будете покупать Какую-нибудь машину Во первых Они очень любят Пригнать вам машину И включить радио Во первых Выключайте всегда Радио К чертовой бабушке В конце концов Вы не радио Покупаете А машину Вот Иначе мы Мы так поехали Я так Ваня говорю Я что-то слышу Сзади Вот Закрыли Ну я тоже Слышал Позакрывали мы Окна Значит Да Начали там потеть В машине Потому что Кондиционеры Естественно Мы тоже не включили Вот Чтобы звук Изолировать Вот И что-то там В общем В заднем мосте Или В окружности В той В той Эре Да Что-то там Что-то В общем На машине 51 километр Всего Был И что-то Там В общем Как-то Подбренкивало Вот Во-первых Значит Дорогой Севзмен Который Естественно С нами Поехал Сзади Он долго Отнекивался Что он вообще Ничего не слышит Да А потом Он как Звякнул Это хреновиной Погромче Вот И он Выдвинул Такую Офигенную Теорию Это сиденье Трутся Друг Об друга На что Я уже понял Что отвечать Не стоит Да Действительно Ладно Пусть они Дальше Трутся Не Ну На самом деле Я не знаю Звук Такой Был То ли Подвеска То ли Че Ну Кто Его знает Да Ну Абсолютно Новая машина Абсолютно Новая машина Уже Что-то Двумит Да С учетом Того Что там Даже С сиденья Не снято Полиэтилен И на капоте Еще там Тоже Полиэтилен Во все Облегает Ну Вы увидите На фотках Да Вот Самое приятное Что было В этом Дилершипе То Что этот Товарищ Не пытался Ничего Впарить Он Он Мне Сказал Он Он Попросил Он Говорит Ну Ты Типа Немного Информации Как тебя Зовут Там Какую Модель Ты Именно Смотришь Вот Ну И все Без Вопросов Сам Мы Пока Тусовали Внутри С Кондиционером Прикалывались Над Другой Машиной Там Как Она Была Какая Популярная Тоже Хонда Машина Такая Маленькая Смотрится Как Акула В общем Сзади Как Кит Ну Там Полное Месиво Впереди Как Акула Сзади Как Кит Автолюбители Могут Машину Узнать По Коробке Передач Потому Что Там Стоит Если Кто Помнит На Копейках И Вот Этих Ранее Исторических Жигулях Там На Коробке Передач Стояла Такая Абсолютно Классная Резинка Резинка Да На Коробке Передач Снизу Эта Резинка Вся В Жигулях Просто Прикалывала Но Когда Я Все Подобрал Пошел Прикрутил Пальцами Этот Я Смотрел Пока Там Что-то Фотографировал Номер Прикрутил А Он Пальцами Номер Прикрутил Болты Подогнал Машину Включил Кондиционер Включил Радио Открыл Дверь Ну Вообще Там Запупеть Сервис Просто Отменный Был В Дилершипе И Самое Главное Он Не Доставал Вы Это Покупаете Вы Должны Сидел Спокойно Сзади У него Там Пару Вопрос Спросили Он Ничего Толком Не Ответил Но Мы Оставили В Покое И Сами Наслаждались Поездкой Да Вот Ну В общем По нашему Мнению Машина Очень Хорошая Единственная Цена Кажется В Канаде Она Начинается Базовая Модель Без Налогов И Всяких Призвонов 25 тысяч Базовая Модель С Призвон Базовая Модель Без Ничего Но Со Всякими Налогами И Всяким Дерьмом Которые Вы должны Заплатить По-любому По закону Это Уже 30 тысяч Базовая Модель Без Ничего 30 тысяч Это Конечно Покупаешь Кузов С Двигателем Ну Да Дорого Дорого С Ученом Того Что Это Не Вен Это Не Джип И Это Не Легковой Автомобиль Это Фанки Кар Ты Знаешь Кроме Того Как Она Выглядит Классно Я думаю В общем Есть И Другие Машины Которые Мы Еще Будем Я думаю На следующей Неделе Или Не На следующей Поедем В Тойота Дилершип Посмотрим Что У них Есть Но Мне Кажется Это Все Равно Дороговато Дороговато А Машина Прикольная А Машина Да Прикольная Там Очень Много Места Внутри И Так Далее Классно К сожалению С дизелем Они Делать Не Собираются Хотя Дизель Сейчас Самое Оно С учетом Того Что К лету Нам Тут Обещают Цены Еще До Доллар 60 Центов За Один Литр Поэтому Я Я Посмотрел На Свою Машину Я Подумал Что Два Литра Двигатель Турбо Я Машина С 1.5 Литром Которая Не сильно Шустро Разгоняется Но Достаточно Приемистая Меня Вполне Устраивает С учетом Того Что Легко Ремонтируется Хорошо На Бензинчике Я Думаю Нет Чувак Пиво Лучше Пить В жару Выпил Две Бутылки И Развезло Полетело Хорошо Экономия Какая Ёлки Зеленые А Лучше С водкой О Да С водкой Мы будем Сейчас бы Холоденькой Водки Ух Ваня Ну что же Под конец Я предлагаю Тебе спеть Какую-нибудь Хорошую Песню Ты знаешь Хаву Нагилу Чего Ты что Еврейских Песен Не знаешь Ну приехали Так Ну что Петь Тогда Будем Растень Хаву Нагилу Так Так Ты соображай Быстрее Потому что Время Дикое Я Не знаю Он Был Парнишкой Молодым Работал Вором На вокзале В один Прекрасный Солнечный День Его Менты С поличным Взяли Они Месят Его тело И кирзачами Бьют Бока А он Кричит Харкаясь Кровью Не надо Дяденька Вот это Слышал Да Слышали Слышал Среди Наших Слушателей Есть Кто Нибудь Кто Работает С музыкой Соединитесь Со мной Потому что Я хочу Сделать Какой Официальный Саундтрек Для этого Шоу Ну да Так Превью Вступление Типа Я имею Да Да Или Разберемся Ну ладно Всем Спокойной Ночи Услышимся Но На следующей неделе Не услышимся Я уезжаю в Торонто Да Ну вас нафиг Блин Заколебали Вообще На самом деле Не Не услышимся 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 Услышимся